в этом видео мощный плагин всплывающих окон для wordpress поговорим о вот этом плагине найти вы можете в репозитории wordpress по слову pop up maker у него более 600 тысяч установок активных данный плагин бесплатный мощный давайте его разберем нет времени разобраться в тонкостях сайта строения звони прямо сейчас телефон кстати вот здесь вот сейчас будет звонить кстати можешь бесплатно через приложение вайбер или ватсап создадим тебе супер сайт а я возвращаюсь к теме урока поехали если вам нужно организовать всплывающие окна на разных страницах по каким-то событиям до события например загрузка сайта окно всплыло например задержка по времени окно всплыло окно с вашей информацией где угодно можно применить плагин мощный с большими настройками давайте с ним знакомиться он у меня уже установлен я нажимаю активировать после активации видим здесь меню pop up maker и много настроек давайте кликнем pop up maker здесь будут ваши всплывающие окна одно окно я тут уже создавал тестировал в данный момент она у меня выключена то есть вы можете включать отключать окна то есть вот так она включена значит на сайте будет показываться плагин на русском языке что очень хорошо иначе бы это очень сильно затруднило знакомство с данным плагином так дальше тема всплывающего окон на самом деле здесь просто заходите смотрите вот здесь вот как она выглядит соответственно дизайн фон размер там рамка это все можно менять то есть тут есть дополнительные настройки далее здесь есть такая кнопка extensions and интеграция то есть расширение с интеграции с этим pop up maker то есть и получить это расширение вот кнопки такие опять же это надо знакомиться что за расширение тут например календарь например этот я знаю mailchimp mailchimp это сервис рассылок для того чтобы интегрироваться с этим сервисом и например в всплывающем окне мотивировать человека подписаться на ваши новости чтобы потом рассылать информационные бюллетени и другого рода интеграции тут много чего есть это уже отдельные уроки надо записывать под каждый инструмент с интеграцией еще не факт что это бесплатные плагины надо будет смотреть также есть интеграция вот если перейдем формы например контакт форм 7 я точно знаю что он бесплатный вот он контакт форм 7 также здесь это премиальное расширение это вот как раз таки вот эти все платные расширения как я полагаю и посмотреть все расширения кнопка дальше все всплывающие окна здесь будет список ваших окон как я и говорил дальше добавить новое всплывающее окно это мы просто создаем новое окно подписки если будут какие-то подписки с наших форм они будут здесь отображаться темы всплывающих окон мы только что здесь с вами были настройки инструменты и вкладка помощь и поддержка давайте с настройками сначала разберемся первая всплывающая тема используемая по умолчанию это те шаблоны которые мы с вами смотрели мы можем их использовать по умолчанию если из них какую-то хотите выделить выбираем здесь включить поддержку редактора блоков сейчас мы с вами посмотрим что за поддержка блоков давайте сразу галочку сохранить добавить всплывающее окно ну так и получается имеется ввиду gutenberg то есть мы можем делать всплывающее окно и внедрять по сути блочную верстку gutenberg я вообще не люблю gutenberg абсолютно неудобный подход к этому всему делу лично для себя я такое использовать не буду мы с вами ознакомились сами решайте использовать или нет ключ google phones если шрифты будем использовать от google надо будет айпи ключ здесь проставлять дальше разрешить отслеживание использования но здесь вот по-русски написано читайте для помощи и развития плагина я галочку здесь ставить не буду здесь есть вкладки подписки поставщик новостей по умолчанию здесь у нас написано почтовый поставщик по умолчанию используемый для формы подписки но мы пока не используем никакой формы подписки этот например mailchimp о которой я говорил скорее все это связано с этим поэтому здесь мы пропускаем дальше смотрим сообщение об успехе то есть здесь дефолтные фразы которые вы можете переименовать под себя вы успешно подписаны то есть если вы организовали через всплывающие окна подписку на ваши новости здесь вы можете ниже каждое письмо отреду отрегулировать все уже подписаны просто пишите свое название или сохраняем эти же названия если они вас устраивают дальше у нас стоит птичка отключить отслеживание открытий всплывающих окон но это аналитика я думаю не надо отключать и здесь еще есть вкладка формы подписки дальше это уже полезная вещь связана с законом всегда включать поле согласия формах подписки выбираем да тогда остальные поля у нас прячутся надо уже по факту смотреть я сохранюсь как это будет выглядеть пока оставляем так в любой момент сюда можем вернуться и настройки поменять разная галочка у нас первая стоит попробуйте обойти блокировку рекламы многие пользователи для своих браузеров используют специальные приложения типа adblock которые блокируют рекламу на сайтах чтоб сайты было удобно смотреть без навязчивой рекламы вот всплывающие окна могут быть рассчитаны как реклама и пользователи могут не увидеть вашего предложения во всплывающих окнах любой информации которую туда разместить и поэтому здесь нам говорится попробуйте обойти блокировку рекламы я не знаю как это работает галочку оставляем вдруг будет получаться обходить эту рекламу блокировщик рекламы метод имени файла случайные имена файлов пользовательские имена файлов опять же у меня нету практики работы вот с этой информацией с такими настройками поэтому здесь я не могу более детально рассказать можем оставить пока как есть ну и другого рода настройки значит отрегулируйте правый отступ добавлены к телу когда всплывающее окно отображается с наложением то есть опять же эти опции все ниже мы можем пока оставить как есть не включать просто с ними ознакомились так как нужно по факту окно сделать и потом смотреть что нам нужно какие дополнительные настройки внести это у нас были настройки разные тут еще есть архивы тоже ознакомились тоже я считаю изначально когда мы только начали разбирать данный плагин мы здесь настройки вносить пока не будем это были в принципе все основные настройки теперь мы можем уже приступить к созданию непосредственно всплывающего окна то есть у нас есть темы которые мы можем использовать но я предлагаю сделать свое окно чтобы лучше понять как оно работает добавить всплывающее окно давайте добавим имя всплывающее окно я назову тест 2 так как у меня первое окно уже есть заголовок всплывающего окна просто окно назову то есть вот у нас сейчас визуальный редактор без гутенберга в эту область мы вставляем текст картинки все что есть у нас во всплывающем окне здесь будет аналитика сколько от открытий также сбросить счетчик чтобы у нас что-то было всплывающем окне я просто написал привет мир сделал большим заголовок h1 красным и по центру давайте разберемся ниже с настройками то есть нас есть триггеры триггер это срабатывание по какому событию добавить новый триггер вплывает окно с тремя вариантами нажмите открыть задержка времени авто открытие и отправка формы давайте выберем второе задержка времени тут уже вам нужно понимать для чего кому это окно предназначено следующая опция препятствовать снова показывать всплывающее окно посетителю с помощью куки куки это память по сути память о том что человек уже был на вашем сайте куки есть как в браузере так куки есть и использование куков на сайте как правило в браузере куки всегда включены если не хотите вы одному и тому же человеку показывать одно и то же всплывающее окно каждый раз когда он заходит на ваш сайт тогда мы оставляем галочку препятствовать снова показывать всплывающее окно в надежде на то что куки сработают но мы это можем протестировать мы же тоже можем на свой сайт заходить каждый раз каждую минуту проверять то есть окна мы настроим как нам нужно. Здесь вопросов нет. Давайте смотреть дальше настройки. Прекратить показывать всплывающее окно, как только посетитель выполнит это действие. Какое действие? То есть закрыл окно. Окно закрылось, то есть информация не показывается. При открытии окна отправить формы. Форма подписки успешна. Форма подписки уже подписана. Вручную. Давайте при закрытии окна. Закрыли и все. Ниже есть ссылка на английском. Если вы хотите узнать, как работает всплывающее окно в взаимодействии скуками, можете перейти по ссылке и на сайте прочитать, как это работает. Нажимаем добавить. Окно меняется у нас. Задержка перед открытием окна в миллисекундах. Как говорится, как правило, когда человек только зашел на сайт, нельзя сразу навязчиво ему кидать окно всплывающее. Но еще зависит от того, где оно всплывает. То есть если это поп-ап, то есть затемнение экрана, по центру всплывает окно. Такого в начале, в самом начале не заводить. Пускай пробудет он 15 секунд. Вот здесь вот надо вам поставить. Тысяча миллисекунд, одна секунда. Давайте поставим. Вообще изначально, пока тестируете, лучше задержку не ставить. Просто проверить, как оно работает. А потом мы выставим здесь нужное значение. То есть 10 тысяч миллисекунд, 10 секунд ставим. Ну, 10-15 секунд надо ставить в идеале. Дальше название файла куки. Выберите куки. То есть какие куки отключают этот триггер. Здесь на самом деле не знаю, что выбрать. Опять же, надо тестировать, смотреть. Оставляем как есть. Нажимаю добавить. После этого мы с вами видим два момента. Триггери включают открытие всплывающего окна. Здесь есть карандашик. То есть мы можем вернуться к редактированию. И крестик закрыть. Закрыть это правило. Добавить новый триггер. Или файл куки управления. Также информация есть. Карандашик редактировать. Возвращаемся туда же в редактирование. Да, кстати, заходя сюда, здесь видим новые опции. Название файла куки. Время куки. Продвинутые настройки. Использовать куки с сессию. То есть очень-очень гибко можно настроить систему куки. Добавить новые куки. Добавить новый триггер. Давайте уже просто посмотрим, сработает ли окно у нас. Но мы еще должны определиться, на какой странице у нас это все появится. Здесь видим вкладки. Переходим на целивание. Как раз-таки здесь мы выбираем. Вот тут список. Давайте для начала главная страница. Здесь вы можете видеть свои страницы. Тут все разбито по категориям записи. То есть вы можете разные окна насоздавать. И каждое окно будет всплывать, например, на отдельной странице, на отдельной записи и так далее. На отдельной рубрике и так далее. Давайте это будет главная страница. Как только выбираем крестик. Можем назад убрать. Можем плюс или. Видите, написано. Выбрать еще одно событие. Чтобы не только это окно на главный, но плюс еще где-то. И так же здесь еще ниже. Видите, плюс и. Не знаю, в чем разница. То есть у нас есть плюс или здесь и и здесь. Опять же, надо более глубокий анализ проводить. Отключить этот поп-ап на мобильных устройствах. На мобилке, если не надо, отключаем. Отключить это всплывающее окно на планшетных устройствах. То есть все гибко настраивается. Вот уже на этом уровне можем вот здесь нажать. Опубликовать. Пойти на сайт. Вот главная страница. Обновляю главную страницу. Окно всплыло. Вот оно, привет, мир. Но пока у нас дизайна у этого окна нет. Вы сами это видите. Вот этот текст всплывает. Давайте продолжать дальше работать с окном. Отображение. Вот тут как раз-таки уже идет интересное. Вот эту миниатюру мы просто видим. Затемнение экрана. Окно по центру. Тут написано центр поп-ап. Вот правый нижний угол. Верхний. То есть где хотите. Давайте вот это выберем. Обновить. Обновим сайт. Затемнение мы с вами не увидели. Но контент по центру. Вот он. Давайте смотреть внешний вид. Видим вот здесь вот дополнительные пункты. Сразу забегая вперед, хочу сказать. Когда я разбирал данный плагин. Здесь я обратил внимание на звуки. То есть здесь можно подцепить звук. Небольшой звук. Когда окно открывается. Я разбирал разные плагины. С плывающих окон. Как и на другие системы. Нигде не было такой возможности. А здесь она есть. Это интересно. Давайте сначала внешний вид. Тема по умолчанию. Кстати, это те темы, которые мы смотрели. Внешний вид. Вот если тема по умолчанию настроить эту тему. Тогда вот у нас здесь будет демонстрация. А вот здесь мы можем видеть и настраивать. Прозрачность, цвет фона, контейнер, заголовок, содержимое и так далее. Но я предлагаю выбрать из готовых. То есть здесь мы выбрали внешний вид и, например, HelloBox. Опять же, HelloBox выбрали. Настроить эту тему. Видим, как выглядит HelloBox. Вот здесь. Обновить. То есть мы и эту тему можем изменить здесь. Например, перейти в контейнер. Вот видите, я двигаю радиус, скругленных углов убираю. И все. Вот здесь они убираются. Например, мне не нравился такой сильный радиус. Все, радиус убрали. Остальное, например, меня устраивает. Обновить. Давайте вернемся в наши всплывающие окна. Тест 2. Внешний вид. HelloBox. Обновить. Дальше размер. Опять же, вот эти моменты надо все смотреть во время, как на сайте выглядит, и здесь уже регулировать. Минимальная ширина, максимальная ширина. Дальше анимация. Ну, то есть затухание, движение. Например, движение. Тогда какое движение? Вверх в центр. Начало анимации. Скорость анимации в миллисекундах. И вот звуки. Я сразу слышу звуки, когда я выбираю. Не знаю, слышно ли вам. Но звук есть. Как выбираете вы только. Кстати, по URL можно вставить произвольный звук. Я выберу из предложенных. Позиция. Расположение. Середина. Центр. Дальше продвинутый. Отключить фон. Отметка этой опции отключит и скроет фон под этим всплывающим окном. Пока ничего не выбираю. Составная. Это позволяет другим всплывающим окнам оставаться открытыми. То есть, если другие окна ранее у вас были открыты, галочку ставим здесь. Окно всплыло и другие окна не закрылись. Дальше сложное слово. Отключить перепозиционирование. Это отключит автоматическую перестановку всплывающих окон при изменении размера окна. Ну, имеется в виду браузер. Вы сужаете за края, например, да? Проверяете адаптивность, мобильный дизайн. Вот как раз эту опцию можно посмотреть, как она себя ведет. Из-за этого индекса всплывающего окна это слой. То есть, если у вас несколько всплывающих окон, и это окно должно быть поверх, здесь ставим большое значение. Оно у нас уже здесь стоит. Чтобы оно было поверх всех других окон. Дальше закрытие. Текст кнопки закрытия можно написать здесь, текст если есть. Даже можно повесить задержку на кнопку закрытия. То есть, кнопка закрытия, всплывающее окно, может не сразу появиться. Пока оставим как есть. Отправка формы. Закрыть при отправке формы. Тоже задержка. Оставим как есть. Альтернативный метод. Нажмите на перекрытие, чтобы закрыть перекрытие. Давайте все-таки посмотрим, как это выглядит, чтобы лучше понимать. То есть, когда окно всплывает, я хочу, чтобы закрывали только по крестику мышкой. То есть, закрытие клавиши F4. Окно будет закрываться на F4, если галочку ставим. Но мы не ставим. По Escape закрывать тоже не ставим. И на перекрытие, если галку поставим, то будет тоже закрываться. Я считаю, вот это все не надо ставить. Потому что надо, чтобы оно закрывалось только по нажатию на крестик. Ну и продвинутые настройки. Здесь, в принципе, все по-русски. Можете прочитать. Не особо важные опции на данный момент. Я их не отмечаю. Обновить нажмем. И давайте посмотрим. Вот. Окно затемнилось. Вот, смотрите, в пустом месте кликаю, видите, не закрывается. Текст. И все, окно больше не всплывает. То есть, срабатывают куки, скорее всего. Возвращаемся на наше окно. Давайте куки удалим. Обновить. Попробуем еще раз. Почистим куки браузеру. Пока вы тестируете, чтобы вам куки не мешали, и вы каждый раз могли видеть после каждого обновления всплывающее окно. Вот по крестику закрывается, да? То вы возвращаетесь сюда или удаляете все правила. Все удалил, видите. Добавить новый триггер. Вот здесь галочку снимайте. Здесь, например, выбираем автооткрытие. Добавить. Здесь можно уже поиграться. Помните, я вам говорил про пять секунд? Давайте поставим пять тысяч миллисекунд. Название куки ничего не ставим. Добавить. Вот здесь мы видим, что куки отсутствуют. Обновить. Идем на сайт. Обновляемся. Ждем пять секунд. Видим, что окно не сработало. Ждем. Вот всплыло окно. То есть вот так вот надо делать обязательно с задержкой. Также размер окна, анимацию, как оно выглядит, вы уже сможете сами настроить. Здесь в теле можете фотографию вставить, все, что хотите. Давайте для примера. Вставим картинку. По центру. Вернемся в редактирование. Чтобы пять секунд не ждать, уберу секунды. Обновить. Давайте еще, знаете, что посмотрим. Закрытие. Задержки кнопки. То есть, как я и говорил, пускай через три секунды появится кнопка закрыть. Чтобы человек сразу не закрыл, почитал, что написано, а потом закроет. Видно, что крестика нет. Видите? И вот он появился. Через три секунды. Вот наша фотография, вот наш текст. Все работает. Дальше можно зайти отображение, анимация. Я выберу движение низ-центр. Пускай снизу с центра выскакивает. Размер. Вот как раз размер. Давайте сделаем 30%. Пускай. Давайте так и обновимся. Пойдем на сайт. Вот окно всплыл. Видите, оно более-менее компактного размера. В процентах для моего контента подходит. А теперь можно посмотреть, например, вот эти варианты. Вот я выбрал вот этот вариант. Посмотрим, как сработает. Обновлюсь. Вот видите, как классно. Выскакивает сбоку, ненавязчиво, без задержки. Вот здесь можно сделать, чтобы задержки не было. И вы понимаете, да, что сюда можно вставить и контактную форму, контакт форм 7. Для этого надо будет интеграцию проверить, посмотреть, как это работает. Думаю, вы уже сможете потестировать, посмотреть. Давайте вот этот вариант еще я выберу. Обновить. Обновим здесь. Вот так это выскакивает. Просто много здесь у меня контента, текста и так далее. Это все можно уменьшить. Окно поверх всех. И на самом верху оно выскакивает. Кстати, подписка на новости может быть организована и вот этой кнопкой здесь, которая появляется с нашим плагином. Как только мы установили этот PopAppMaker. Я выбрал вот этот вариант отображения. Я здесь сейчас детально не буду останавливаться. Видите, тут несколько пунктов. Например, смотрите, куки файла можно вывести. То есть, говорящие о том, что ваш файл собирает куки, чтобы вы об этом знали, вы нажали на кнопку подтвердить. Ну, вот такой, видите, у всех сайтов сейчас внизу появляется. Это для закона нужно. Обязывает все сайты. Смотрите, например, форма подписки. Здесь можете настроить форму. Я вот даже ничего не выбирал. Просто прочитайте все здесь. Каждый момент, видите, внешний вид, все можно настроить. Вот как я и вставляю, видите, сразу поля вставляются. Введите имя, электронную почту. Поставить птичку. Сообщить мне о соответствующем контенте и специальных предложениях. То есть, вы делаете форму новостную. То есть, у вас блог на сайте, например, и человек хочет получать на почту уведомления о новых новостях сайта. Вот типа такую форму можно настроить. Она вставляется прямо в редактор. Она смотрится, конечно, так себе. Давайте я обновлюсь. Вот. Ну, я думаю, что можно настроить имя и электронный адрес, чтобы выводился слева, а не по центру. Кнопка подписаться. Давайте попробуем подписаться. Подписаться нажимаю. Вы успешно подписаны. И, соответственно, переходим в подписчики. Вот здесь. И вот один подписчик, который только что подписался. То есть, через этот PopAppMaker можно подписку организовать без контакта From7. Решили отредактировать форму. Кликаем по форме. Появляется тут карандашик. Заходим. И все. То есть, заходим по вкладкам. Читаем поля. Какие поля хотим. Имя, электронный адрес. Тут только. Внешний вид. Вот выравнивание формы. По центру пускай слева. Дальше текст, который в чекбоксе меняется здесь. На свой можете поменять. Требуется согласие. Флажок переключатель. Информация о согласии на использование. Действие. Закрыть PopApp. Открыть всплывающие окна. Один всплывающий окон, а другое, например, взаимодействие. Я этого ничего не делаю. И редирект. Включить обновление страницы. Или перенаправить после успешного выполнения. Птичку ставим. И можете сюда поставить, например, URL на внутреннюю страницу, заранее подготовленную, с информацией. Спасибо за то, что вы подписались на мои новости. Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Что-то в этом духе. То есть, человек подписался, его автоматически перенаправил на такую вот страницу. Давайте вот на этом уровне посмотрим. Обновлюсь. Вот имя ML я выставил по левому краю и уже смотрится поинтересней. Если мы посмотрим через имитацию мобильного устройства, вы можете видеть, окно адаптируется. То есть, окна мобильные. Мобильный дизайн у данного плагина есть. Вы видите, компактно смотрится нормально. Вот сейчас начну двигать. За край. Вот, смотрите, видите, адаптируется окно. Все смотрится нормально. На этом обзор я закончу. Я понимаю, что можно было и более детально рассказать об этом плагине. Что не все я затронул, но я записал уже 30 минут. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы вы стартанули с этим плагином быстрее и организовали на своем сайте потрясающие, полезные, всплывающие окна. Субтитры сделал DimaTorzok